Девушки отдыхают Девушки отдыхают Начало игры начинается тем, что производящая сторона должна всегда спросить, готов ли соперник Это учтено в правилах И сейчас пойдет довольно хаотичный обмен ударами Один из способов как-то втянуться в игру Начать бомбардировку соперника ударами со всех линий Почувствовать ритм игры Заодно может и какой-то легкой мяч проскочит Хотя вот что все четверо из участников способны показать очень высокий уровень техничной игры Думаю, что в основном будет идти речь о том, чья защита лучше, потому что оба нападающих очень хороши Вот смотрите, слева руки, не раздумывая, Юрий посылает мячик Нехарактерный для его удар, но вот на высоком уровне игроки способны показать целый арсенал различных ударов Никогда не знаешь, откуда приедет мяч в твои ворота 1-0, красные повели В атаке Александр Маркин Серьезный нападающий, но вот что-то мне не нравится Его удар и да, замедленный повтор показывает, что был серьезный прокрут Так называемый Почему-то в пылу борьбы не заметили соперники этого Я бы на их месте указал Ну да ладно, 1-1 Разведка боем завершена Теперь, я думаю, начнется позиционная борьба Андрей Маркин очень хорош в защите Он способен как отдать целенаправленный пас, так и атаковать Видите, была попытка и того, и другого В случае, если мячик вылетает, он дается защиту той команды, которая не атаковала Таковы правила И также есть правило, что нельзя сразу же бить Нужно сделать разводочку мяча, сделать перепасовку Второй раз несвойственный себе удар забивает Юрий Жук Видимо, почувствовал, что есть слабое какое-то звено в защите синих Вот эти диагонали не считает их защитник Опять атакует Александр Маркин Отличная амплитуда удара И опять на грани фола Не уверен, что этот снэк-шот можно как образец Технической части записать Ну да Поставим это на совести нападающего 2-2 Очень ровная игра Я не думаю, что будет разрыв больше, чем в одно очко Посмотрим, как был выполнен от себя снэк Ну, наконец-то был безупречно технически выполнен удар 3-2, синий заслуженно ведут И мячик, видите, был не удар по воротам, а попытка паса Сорвался он, к сожалению, для синих И теперь разводит мяч Ольга Сарницкая Делает то же самое Когда встречаются высокого уровня защитники Они редко решаются стабильно посылать мяч через все поле Мало шансов, что он поразит цель Так что обычно чередуется попытка паса и удар Ну вот, собственно, сейчас мы это и увидим Отличный удар от Ольги Сарницкой И, видите, с досадой крутанул Александр своих игроков Не смог он такой вот, как бы, простой гол Перехватить 3-3 Шатка равновесия установилась в матче В атаке Александр Маркин И нервы начинают его подводить Простительно для столь юного спортсмена Но непростительно для человека, претендующего на номер один в российском рейтинге По-прежнему у него есть все шансы добиться своего 4-3, со второй попытки-то он забивает И, видите, меняя технику не пошел У него с нейкшот, он начинает бить другой удар Ну и вот сейчас будет атака еще и слева Весь арсенал своих возможностей демонстрирует Александр, молодец Характерно, что все удары практически идут не по прямой Всегда по диагонали сложнее поймать Это нарабатывается тренировочкой И здесь я должен сделать комплимент Александру Маркину Один из самых упорных ребят в нашем спорте Постоянно он совершенствует свою игру Буквально вот вижу его раз в месяц На соревнованиях все лучше и лучше То, что раньше у него получалось иногда Глядишь, уже стабильно Проходит какой-то технический элемент Все время приходится гадать, чем он тебя поразит Александр уже сейчас один из явных лидеров нашего настольного футбола И не останавливается в своем развитии Постоянно совершенствует свои удары Забивает, вот обратите внимание Ольга Сарницкая, одна из лучших защитниц страны Явно пасует перед напором Александра 6-3 Красным пора отбросить сомнения И атаковать изо всех сил Иначе они потеряют этот сет Разумеется, это понимает и Ольга Сейчас она будет атаковать ворота У нее есть несколько ударов, которые способны пройти любую защиту Андрей Маркин выручает команду Достает мяч прямо из самого угла И теперь Юрий будет пытаться прокинуть себе на правую руку Перехват со стороны синих Технически очень хорош вот этот пас Себе на правую руку И в атаке Александр Маркин Будет забивать? Будет забивать! Спиншот на себя Должен быть доволен Очень четко все было сделано Видите, отводится мячик И в разрез между двумя игроками защиты Посылается убитой скоростью ударов Команда из Москвы взяла первый сет Это ничего не значит В данном случае велика психологическая устойчивость Обоих коллективов Обе команды будут играть Как будто не было сейчас никакого первого сета И все по новой Меньше суеты, чем в предыдущий раз В начале сета Сразу же пошли четкие технические действия Пас с левой на правую Раскачивает, раскачивает Александр Защиту красных Надеется как Увидать вот какое-то Открывшееся окно Ничего не выходит у него И тут же атака со стороны красных 1-0 Красные ведут Но недолго они тут будут вести Потому что в атаке синих Александр Маркин Очень круто он Конечно Способен Ударить по мячу Никаких шансов поймать на реакции Только предугадывать Куда пойдет мячик Ну а если нападающий способен Послать мяч по Большому количеству направлений И траектории С этим конечно в любом значении будут проблемы И также проблема У нападающего красных С пропасовочкой Видите все закрывает Александр И атакует с левой руки Хороший гол И он явно сейчас принесет Уверенность в собственных силах Вот видите Редко отваживается Александр на атаку С левой руки Это значит что он Весьма доволен Течением Этой партии Может поэкспериментировать 2-1 Синие ведут В атаке снова Юрий Жук Не клеится у него что-то игра И не пропасовать Не перехватить И Ольга не помогает Пропускает она очередной гол Всякий раз Загадка Куда будет послан мячик С нападения синих 3-1 И мячик с рикошета Улетает с поля Квалификация Нападающая синих высока Ольге приходится придумывать Какие-то нестандартные движения Чтобы его обхитрить И есть высокая цена У такого рода Политики Видите Мячик можно потерять На равном месте И получить гол Нельзя отдавать Александру Маркину Мяч безнаказанным Удар Так называемый Открытый ладонью Мяч слегка Пришпиливается И Посылается Мимо защиты В бок 4-1 Синие ведут В атаке Юрий Жук Санкт-Петербург И великолепный сейф Андрея Маркина Очень четкий был момент И вот такой потом Досадный рикошет Не вина защитника Так вот получилось Но впечатление Все испорчено Жаль Тем не менее 4-2 По-прежнему ведут синие Они близки к тому Чтобы выиграть Весь матч Ольга Сарницкая Атакует И по-моему Команда Красных Нашла верная Тактическое решение Быстрый Неожиданный удар От Ольги И Медленно Завязанная На высокую технику Игру Юрия Жука Посмотрим Добьется ли он Своего В данный момент Он явно выгадывает Где будет Открыта брешь И обманывает Защитника Вот дергался Игрок так Что будет удар В одну сторону А в итоге Пошел совсем в другую Развел Защиту Синих Качественный Удар Нападающего Молодец Немножко сократился Разрыв И опять Везет Юрию Разводит руками Александр Но ничего не поделать Соперник достойный Выжидает И забивает Вот такая у нас Сегодня игра Очень маленький Процент брака Практически все Движения Осмысленны Несут какую-то Пользу Своей команде Молодцы Ребята 4-4 Ключевой момент В партии Кто сейчас Забьет Кто собственно Я думаю И выиграет Супер пасс Обратите внимание Друзья Вот так нужно играть В самый ответственный момент Нервы Не подвели Ни одного Ни другого Сыграли Как одна команда Один паснул Второй забил Это высокого уровня Настольный футбол Если есть возможность Потом При повторе Посмотреть Тренируйтесь Вот Взаимодействовать Не просто лупить Со всей силы В ворота Кто как умеет А именно Играть На команду Тогда и победы Придут к вам Друзья Между тем 5-4 Синие повели Юрий Жук Отдет Последний попыток Забить И он делает это Просто На удивление Худнокровно Видите Была угроза пасса И в последний момент Он приподнял Своего игрока С правой руки И просто пропустил мячик Это очень Хитроумный способ Обмануть защиту Нужно обладать Просто стальными неровами Чтобы отважиться на это Четкий пас Видите В пустое место Пасовал Он там не был игрока Он только был подведен И не менее Квалифицированный ответ От красных Ольга Ловит Убийственный удар Александра Пытается пропаснуть Не выходит Александр разводит мячик Чтобы атаковать Вновь Опять пропасовывает Юрий Один из лучших игроков В передней линии Но он просто раз за разом Пасует перед Александром И Ольга не помогает Она также пропускает Этот удар Фактически Александр Маркин Тянет свою команду В финал 6-5 Матчбол Синие Готовы решить Исход матча Свою пользу Ольга Сорницкая Пока не готова Покориться Неизбежному Все еще надеется Что Им повезет Но уж Больно высок Класс их соперников Сам по себе Мячик не залетит Вот пасы У синих Наладились Под конец игры И атака Приносящая Лутевку В финал Александр Маркин Заслуженно Может быть доволен Собой Очень четкий удар И заслуженная победа Поздравляем Москвичей Синий попали в финал А красным Остается побороться За третье место А вы смотрели Очередной этап Чемпионата России По настольному футболу На спортивном канале 7 ТВ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА